Нам всем снились кошмары об опасностях, но готовы ли вы встретиться со своими страхами в реальности? Не паникуйте, ведь есть множество советов, которые обезопасят вас. И вот несколько фактов, которые помогут вам спасти свою жизнь. Пережить торнадо В случае торнадо нужно быстро подумать об убежище, чтобы скрыться от коровы, летящей с огромной скоростью. Если вы смотрите в окно и вам кажется, что торнадо не движется, вероятно, он направляется прямо на вас. Сфокусируйте взгляд на неподвижном вертикальном объекте, и если торнадо не отклоняется в сторону, то нужно действовать. Если у вас нет бетонного укрытия или подвала, то другой вариант – это направиться в туалет. И нет, не только из-за того, что вам очень страшно. В некоторых уборных нет окон, и поэтому они безопаснее. А так как в стенах есть трубопровод, то они прочнее и сильнее стен в других комнатах. Исследования показали, что ванны и туалеты переживают торнадо чаще других предметов обихода, потому что они прикреплены к полу. Так что прыгайте в ванну и накройтесь подушкой, чтобы защититься от падающих обломков. Сбежать от похитителя К похищению подготовиться нельзя, но есть несколько советов, которые увеличат ваши шансы на выживание. Самое главное – не забывать, что нужно привлекать к себе как можно больше внимания. Это значит, что надо кричать, сопротивляться и делать всё, чтобы вас было трудно забрать. Если похищение кажется неизбежным, выбросьте побольше личных вещей, кроме телефона, так как он может помочь найти вас. Шансы на выживание падают наполовину в машине, и ещё больше, когда похититель приводит вас к себе. И важно не терять надежду на побег. Если можете, попробуйте разбить окно по краям и углам, там стекло слабее. Или разбейте окно металлическими стержнями подголовника. Сбежать из багажника тоже возможно. Отодвиньте ковёр, найдите фары и выбейте их изнутри. Затем просуньте руку в отверстие и махайте проезжающим машинам. Если это не поможет, попытайтесь установить дружеские отношения с похитителем. Чтобы смягчить его, это поможет выиграть время и дождаться чьей-нибудь помощи. Потушить горящее масло Обычно готовка дело не слишком опасное, только если вы не любите играть с острыми ножами. Но знаете ли вы, что делать, если загорится растительное масло? Может показаться, что надо потушить его водой. Но это только ухудшит ситуацию ещё больше. Потому что частицы воды на дне сковороды испаряются, и пламя усиливается и увеличивается. По словам пожарных, правильный курс действий – это выключить огонь и накрыть горящую сковороду металлической крышкой или влажной тканью. Это отрежет подачу кислорода в огонь. Если он небольшой, можно сбросить на него соль или пищевую соду. Это размножит углекислый газ и потушит пламя. Но в этом случае придётся подождать, пока оно не погаснет полностью. Многие испытывают морскую болезнь из-за раскачивания судна на неспокойных водах. Но что происходит, когда тошнота возникает под водой? Водолазы иногда сталкиваются с этим по разным причинам. Сильные волны, головокружение из-за давления на уши или проблемы с пищеварением. Но подумайте как следует, если чувствуете, что вас скоро вырвет. Инстинкт подскажет вам вынуть изо рта все приспособления. Но естественная реакция организма на рвоту – это внезапный вдох. И резкое попадание воды может привести к смерти. Эксперты говорят, что не нужно снимать снаряжение. Оно может справиться с рвотой благодаря системе клапанов. Они вытолкнут её из регулятора, когда вы выдохнете. Это кажется не слишком приятным, но здесь лучше всего довериться своему снаряжению. Приближение цунами Цунами – одно из самых разрушительных стихийных бедствий. Но огромная стена воды, надвигающаяся на вас – это не первый признак того, что пора убегать. Эти волны появляются из-за подводных землетрясений, оползней или извержения вулкана, силой которой способны сдвинуть целые водоемы. И нужно знать, как заметить ранние изменения в вашем окружении. По словам очевидцев, перед приближающимся цунами уровень воды неожиданно падает, потому что она отходит от берега, чтобы, так сказать, накормить надвигающуюся волну. То есть, отлив настолько сильный, что будет видно гораздо больше песка, чем обычно. Перед цунами 2004 года в Индии, самого разрушительного, люди собирали внезапно появившиеся ракушки и рыбу на берегу, а потом ударила волна. Но на двух соседних пляжах 10-летняя англичанка Тилли Смит и учитель биологии Джон Хростон заметили этот знак и предупредили остальных – они спасли тысячи жизней. Ядовитая картошка Возможно, вы не знали, но картошка может сильно вам навредить, если вы не будете осторожны. Не все картофелины одинаковые, и выпуклости и глазки обычно безобидны. Но вот плодов с необычной зелёным оттенком лучше избегать. Солнечный свет стимулирует выработку хлорофила, который способствует фотосинтезу и безвреден для людей. Однако избыток хлорофила, виноватый в таком оттенке, сигнализирует об опасности. Зелёная картошка может содержать соединение солонин, которое защищает овощи от многих насекомых, бактерий и животных. Этот токсин повреждает мембраны клеток и разрушает нейромедиаторы, вызывает головную боль, тошноту, рвоту и, в крайних случаях, неврологические расстройства и паралич. При больших количествах очистка зелёной картошки снизит уровень солонина на 30%, но лучше просто избегать её. Если она горькая на вкус, выбросьте. Заметить короткое замыкание В наши дни дом может сгореть всего за 3 минуты, и проблемы с электричеством занимают второе место среди причин пожаров в домах после невыключенной техники. Поэтому важно знать, на какие признаки обращать внимание, пока не стало поздно. Самый очевидный из них – это необычный рыбный запах, хотя некоторые также сравнивают его с сильным запахом мочи. Обычно люди проверяют холодильник или винят кота, но в 9 случаях из 10 этот запах является признаком того, что части проводки, например, электрозащита, провода или пластиковые компоненты, загорелись. Всё потому, что в них есть устойчивые к нагреву вещества, которые выделяют сильный запах, когда они больше не выдерживают высокую температуру. Найдите источник запаха, присмотритесь, нет ли расплавленных или сгоревших предметов, и отключите питание в этой части, а затем скорее вызовите электрика. Опасность на рельсах Представьте, что вы переезжаете железную дорогу, и внезапно машина останавливается на рельсах, а на вас мчится поезд. Что вы сделаете? Обычно в этот момент просыпаешься в холодном поту, но представим, что это не сон. Прежде всего, надо выбраться из машины и отбежать как можно дальше. Чтобы замедлиться, поездам нужно больше километра, так что они никогда не остановятся вовремя. Выйдя из машины, важно побежать в правильном направлении. Обычно советуют бежать под углом 45 градусов к пути поезда. Это может показаться нелогичным, но если побежать к поезду, то вас не заденут отлетающие обломки сбитого автомобиля. А они обязательно будут. Если вы еще не видите поезд, выйдите из машины и найдите номер экстренной помощи. Обычно он есть на шлагбауме. Тогда оператор остановит движение и отправит к вам помощь. Отбеливатель и аммиак Иногда проводить генеральную уборку совсем не хочется. Но если не соблюдать осторожность, то вы даже можете оказаться в больнице. Два самых популярных средства – отбеливатель и аммиак, которые есть во многих бытовых продуктах, могут производить хлор, ядовитый газ, который использовали как химическое оружие. Реакции, участвующие в смешивании отбеливателя и аммиака, создают опасные пары хлорамина, раздражающие выдыхательные пути. Это может привести к образованию соединения гидрозин, которое вызывает отеки, головную боль, тошноту и припадки. Чтобы случайно не отравиться во время генеральной уборки, просто помните, что смешивать любые чистящие средства – это, как правило, очень плохая идея. Реанимация В критической ситуации реанимация от обычного прохожего лучше, чем бездействие, и она спасает жизни. Поэтому надо запомнить, как ее нужно проводить. Чтобы сделать все правильно, встаньте на колени и положите доминантную руку поверх другой, на середину грудины человека, сцепив пальцы. Выпрямите руки в локтевых суставах, а затем, используя вес туловища, надавите на грудину. Это нужно сделать 30 раз. А затем сделайте искусственное дыхание два раза. Повторяйте это, пока не прибудут медики. Чтобы правильно рассчитать темп, вам помогут три знаменитые песни с подходящим ритмом – «Nelly the Elephant», «Staying Alive» и «Another One Bites the Dust». Правда, помните, что последнее значит «Еще один умер». Ориентация в пространстве В экстремальной ситуации важно знать, где вы находитесь, и запоминать стандартные ориентиры. Однако иногда мы не можем понять, куда направляться. После неожиданного падения в воду или удара огромной волной, бывает очень трудно сказать, где вообще находится верх. Такие моменты замешательства могут в итоге стоить вам жизни. Чтобы поскорее выплыть наверх, попробуйте выйдут несколько пузырьков. Они всплывут на поверхность. И так покажут вам направление. Похожий трюк может помочь в случае исхода лавины. Если вы оказались под снегом или обломками, и не видите небо, плюньте и следите за направлением падения слюны. Когда поймете, где верх, вы можете продумать способ выбраться наружу. Быстрый лифт Если в чрезвычайной ситуации лучший путь спасения – это лифт, то вы можете замедлиться из-за постоянных остановок на этажах. Но оказывается, есть способ обойти систему и спуститься в мгновение ока. Чтобы ускорить лифт, для начала нужно нажать и удерживать кнопку закрытия дверей постоянно. Затем нажмите и удерживайте нужный этаж, пока лифт не начнет двигаться. Так он поедет без остановок. Этот малоизвестный трюк используют аварийные службы, когда они куда-то спешат. И он работает на большинстве лифтов по всему миру. Этот режим быстрого лифта может спасти вам жизнь. Но не стоит тестировать его слишком часто. Иначе его не окажется в нужный момент. Надувной жилет Нервничаете вы в самолете или нет, важно слушать инструкции по безопасности перед взлетом. Но есть один малоизвестный факт, который может спасти вашу жизнь. Спасательный жилет кажется самой важной вещью в случае аварии. Но если вы его надуете, вам может грозить опасность. Ведь если самолет упадет в воду, из-за немедленно надутого жилета вы можете всплыть в верхней части самолета и застрять в фюзеляже. Когда рейс 961 эфиопских авиалиний угнали, и он рухнул в океан в 96-м году, 125 из 170 человек погибли из-за того, что они надули жилеты и утонули в поднявшейся воде. В этом случае лучше всего надеть жилет, а затем сделать глубокий вдох и выплыть из самолета через аварийный выход. Тянуть за надувной шнур нужно только, когда вы выберетесь из салона. О каких фактах вы не подозревали? И оказывались ли вы когда-нибудь в ситуациях, где эти советы могли помочь? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр!